Всем добрый день! Всем привет из Восточного Подмосковья! Сейчас нахожусь на территории питомника гортензии Аннабель. Приехала забрать свои пять саженцев. В прошлом году тоже покупала здесь гортензия. Также осенью, 22-го года, купила три саженца, которые хорошо очень прижились и цветут. Все отлично. Но открытой продажей саженцев этот питомник не занимается только через сайт. Каталог. Вот это серое здание, где происходит выдача заказов. Так как нахожусь в одном районе с этим питомником, приехала сама за своими растениями. Очень красиво все посажено. Очень красиво оформлена входная зона в этом питомнике. Ну вот сейчас заберу свои саженцы и посмотрим, как они выглядят. Посмотрим название, побеги и корневую систему. Ну давайте посмотрим, какие саженцы я купила по названиям. Давайте в первую очередь я вам покажу, наверное, многих интересует цена. Посмотрите, вот такие цены на мои гортензии. Зайдете на сайт, там все увидите, конечно, все это есть. Саженцы годовалые в основном. Ну давайте посмотрим по названиям. Купила Pinky Promise, Pink Light, Следующие Milk and Honey, Pixio, новиночка 23-го года, очень интересная, и Little Rose. Это самая маленькая гортензия будет в моем саду. Посмотрите, здесь и саженец такой сам небольшой, самый маленький из всех. Вот так вам покажу издалека. Это самая маленькая гортензия. Она во взрослом уже своем состоянии, где-то только 60 сантиметров нарастает. Но это вот как по описанию самого питомника. Конечно, может быть, в разных условиях будет расти по-разному, может быть, будет и повыше. Ну вот брала где-то от высоты 0,80 сантиметра и вот 0,60 сантиметра. Самая маленькая, вот такая, Little Rose. Очень хорошенькие, на внешний вид здоровые все. Посмотрите, какие макушечки все зеленые. Прекрасный посадочный материал. Посмотрите, листочки все зеленые, не больные, все отлично. В своем прошлом видео, в прошлом году, 22-го года, я делала посадку тоже осенью и показывала видео. Сделаю в конце ролика заставочку. Кому интересно, может быть, начинающим интересно будет посадка гортензии осенью. Посмотрите. Может быть, вам что-то там пригодится для посадок. Ну, также они положили обязательно здесь, с другой стороны, рекомендации по уходу и по посадке. Читать не буду, конечно, занимать ваше время. Ну, вот сейчас давайте вытащим все из горшков и посмотрим корневую систему. Вот так выложила, чтобы было хорошо видно корневую систему. Посмотрите, как хорошо оплетены корнями ком земли. Отлично просто. Корешки все белые, нету никаких замокших, нету никаких коричневых, таких загнивших. Это вот гортензия Пиксио. Посмотрите, какая корневая система шикарная. Три побега. Три побега достойных, хороших. Это Милкенхани. Вот так выглядит саженец. Еще раз посмотрим. И вот так выглядит корневая система. Замечательная, отличная саженца для посадки. Это Пинк Лайт. Три побега. И вот так выглядит корневая система. Все чистенькое, все хорошенькое. Пинки Промис. Вот такая вот гортензия. Тоже три побега. И вот так выглядит корневая система. Все беленькое, чистенькое. Замечательный посадочный материал. И Литт Алрузи. Самая наша малявочка. Думаю, будет красивенькая такая. Она небольшая. 0,6. Вот такая корневая система. Хороший такой ком увлажненный. Ну, в общем, посадочный материал меня устраивает. Спасибо питомнику Анабель. За такой хороший, качественный посадочный материал. Всем спасибо за просмотр. Может быть, у кого-то какие-то вопросы возникнут. Может быть, я что-то не сказала. Или кого-то что-то заинтересует. Ссылочку на питомник оставлю. Если нужно, зайдете и посмотрите. И эти названия саженцев. Может быть, кому-то заинтересует. А так у них и метельчатые, и крупнолистные, и древовидные. Всего хорошего всем. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...